Субтитры делал DimaTorzok 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 он не может быть. Не может быть. Смысл такой. Если это было у него, когда он уже был крещен. А если он был неправославный, и у него что там было, и он принимает крещение, то он женится там или не женится. Если женится, у нас такие были, он у баптистов был. У него жена там у баптистов. Но он обратился, полное крещение они приняли как раз при епархии. И он стал священником. Это разрешается. Не одобряется, но допускается. Потому что то, что было, оно не таинство. Вот как смотрят. То есть жизнь начинается вот сейчас. Получается так. Иногда говорят так. Вот к нам приезжают священники, неполное погружение крещеное. Что-то у вас замкнуло там опять. Вам не слышно? Вы слышите меня, Александр? Нет? Тут так, значит, рассматривается. Что было до крещения, как говорится, списывается. Но иногда бывает ситуация довольно необычная. Он женился там, по-баптистски венчался. А потом уверовал. Уверовал. Но бывает она с ним не согласна. Она живет где-то у него в Америке, допустим. Ну, мало ли как бывает в жизни. Но они жили. И эта жена считается у него законной. Хотя больше он в православии венчаться не будет. А иные думают, так, у него что-то были не лады. Он обратился. Ну, приметил себе уже здесь заранее. И теперь кто-то баптистка не считается. И у меня будет первый брак. Да мало ли еще и священники потянет. Это не пойдет. Это игра. Ты должен теперь до самой смерти считать законной супругой. Там, где ты расписался, не расписался. Но баптистка это венчание. Хотя она не имеет той силы. Но она у тебя узаконила мужем. Перед Богом. Произносились слова. Тут надо быть очень строгим. Потому что вот это женитьба это все запутано в церкви. Там целые папки бракоразводные. При живом муже, как Пугачеву несколько раз она там венчается в храмах. Это беда. Огромные папки. По канонам нельзя. Священник отказывается венчать. Ну, решает епископ. Епископ добрый очень. То есть беззаконник. Он разрешает. Бывает три жены. Все живые со всеми венчанные. Я сам очевиден. Это у старообрядцев делают так. Это иначе как назвать беззаконием нельзя. Никакого брака нет. При живой жене написано что? При любодей. Это 1 Коринфянам сейчас 7.39 послание к римлянам. Если выйдет муж умрет написано она свободно выйти за кого хочет только в Господе. То есть за верующего. Тогда она свободна. А сколько раз вот умер ну его взяли где-то там аварийно. Он умер три. Четвертого брака в церкви нету. Хотя нормально она свободна. Но бывает только в первый день поехал на мотоцикле а раньше еж был высокий такой она сзади на сиде. А кто-то натянул проволоку он как разогнался ей как резануло по горлу. Он едет а жена еще за него держится уже мертвая голова позади осталась. Но ему-то всего только 18 лет. Но прошло сколько времени женился со второй несчастья случилось заболело. А у церкви второй брак это для того чтобы не было нечистоты. Их венчают церкви на два года обоих отлучают от церкви сразу от причастия. Если в третий брак на пять лет отлучаются четвертого нету. Просто его нету и он не может быть. А для Ивана Грозного шесть может сделать. А перед Богом то разницы нет ты царь или простолюдин. Вы опять не слышите меня наверно? Как жалко. Да, да. Очень известно. Хорошо разъяснили все. Спаси Христос. Ну вы поняли, да? Да, да. Тут не надо играть надо построже к самому себе относиться. Да, да. Я хотел бы потом еще я тут в казачестве мы хотели поговорить по поводу фашизма. Русского фашизма и немецкого национал-социализма. Я знаю, что вы в этом вопросе сведомы насчет фашизма. Ну я этим жил. Материалом о том, что 14 лет работал над этой темой. Меня судили за нее. Маленько голову повыше сделать, чтобы вас видно. Вот так. Вот так. Да, потому что у нас тут казачество Краснова. Краснова. Атамана Краснова. Да. Он воевал на стороне Германии. И поэтому у нас тут есть и русские фашисты. И вот эта тема, я знаю, что вы понимаете в этом вопросе. Я хотел бы, чтобы атаман поговорил с вами. Чтобы вы ему разъяснили некоторые вещи. А где он, этот человек? Ну он подойдет позже, атаман. Потом мы перезвоним, и мы запишем вопросы. Вы говорите, я сейчас отвечу, потому что сейчас полтора часа пройдет, я уже в храм ухожу. Вечерень начнется у нас. Не, ну я потом, потому что связь была хорошая, чтобы можно было все это поговорить. Ну ладно, я скажу, сейчас у нас два часа, а я буду в семь. Это еще пять часов надо добавить. Ой-ой-ой, связь какая плохая. Плохо слышно? Да-да. А что у вас такая связь? Можно подумать, что вы в глубинке где-то находитесь. А, потому что снег идет, снег идет, и телят. Да что у вас, снег мешает связи? Ну да, оно видно забило, видно, волны проходят, и проходят, и поэтому связь плохая. Сегодня связь плохая. Интересно. Да, антенны, наверное, забили. А вы сказали, что потом где-то вы на другом будете компьютере, что лучше связь будет вечером? Не-не, просто может пройдет погода, изменится, и будет хорошая связь. Это очень плохая у нас запись. Да. Никуда не годится, прямо в шестер-тый раз. Да, будет лучше связь, я перезвоню вам, мы договоримся с вами, чтобы поговорить. раз вам этот вопрос хочется отложить, отложите. Еще что у вас есть? Ну, я запишу потом вопрос и скажу вам задать. Так, а вы Дмитрия Дмитриевича Васильева знали? Руководитель общества память. Ну, Атаман его знал, Атаман знал, хорошо. Вот это они тут боролись там все это с евреями, да, вот это тоже, а ему, статья у него была, он говорит, я фашист, и этим я интересен людям, заголовок такой был. Ну, Ну, Атаман хочет с вами поговорить, очень хочет с вами. Я с вами разговаривал. Главное, люди-то хорошие они, но не по-христиански. Что они делают, там отделяются, настраивают, это их право, они свободные люди, но к христианству это никакого отношения не имеет. Никакого. Не надо думать, что фашист хорошо, а коммунист плохо. Это одно и то же слово. Фашия означает связка, пучок, общая. И коммунизм тоже самое. Не фашизм плохо, не фашист, а кому этот, называют, национал-фашизм. Само слово фашист, оно не несет никакой отрицательной энергетики, как говорят, как и коммунист. А вот именно социал-коммунист, вот это, ну, мы, больше никого нет, остальных под нож, но явно, что от сатаны. Тут надо просто до конца увидеть. Иногда говорят, а вы фанатик? Фанатик это очень похвальное слово. Вы не слышите уже? Да, 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 Инадий Тихонович, хорошо. Что-то там не включилось, подождите. Хорошо, мы тогда перезвоним, когда будет лучше связь, поговорим. Ну, хорошо тогда, вечером сегодня, да? Не, не сегодня вечером, будние дни, понедельник, вторник. Ну, ладно, понедельник, вторник это, ладно. Для меня-то удобнее было бы, вот как я говорю, через пять часов, вечером, если вы... Если связь наладится, если лучше будет, ну, чтобы можно было... А то меня просто не захватить, и у нас тут снег идет, я могу быть на улице, там со снегом борьба идет. У нас тоже снег убирают. Так, ну, первый вопрос хотелось мне сказать. У вас отношение-то с женой хорошее сейчас, или... Не, но у меня прекрасное отношение с женой, прекрасное, да. Мы венчаны, мы венчаны православной церкви. Хотя она баптистка. Хотя она баптистка, но нас венчали православной церкви. Потому что баптисты исповедуют троицу святую. Баптисты исповедуют троицу, они правильно верят? Поэтому меня венчали. Князя Сергия венчали. Елизавета Федоровна она не была православная, но князь Сергий был православный. Их же венчали. И так и меня. Меня венчали православной церкви. У нас хорошие отношения. Скажите, вот в прошлый раз, когда мы с вами уже знакомы были, вы в каком костюме были одеты? Не в белом? В другом. В другом. Ну, в другом. Мне что-то так, я сейчас вспоминаю, как вы говорили, жена, и вроде вы были не был белый костюм. А какие-то какие-то необыкновенные вы такие данные мне сказали о себе. Что вы могли сказать? Ага. Замкнуло опять. Да, жаль, конечно. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Продолжение следует...